Привет, с вами главный редактор Технококтник Константин Иванов. Сейчас мы соберем супер сборку с четырьмя видеокартами R9 290. Кстати, посмотрите, четыре видеокарты R9 290 стоят не то, что там дешевле Titan Z, а оно стоит даже на уровне R9 290 X2. Ну, просто так получилось, что этим летом резко упали цены. R9 290, наверное, уже дешевле не будет. Впереди сезон похода в школу, вряд ли там цены снизятся до 10 тысяч, чем более доллар. Как-то очень нестабильно себя ведет, точнее рубль падает и будет, скорее всего, дальше падать. Ну, меня тут никого не пугаю, просто сборка очень интересная. Вообще, я пришел к этой сборке, после, я уже рассказывал своим зрителям, знакомый позвонил мне, сказал мне, вот я взял 4 780 Ti, скачал новый драйвер и там выяснилось, что Quad больше не поддерживается. Ни 780 Ti, ни Titan, то что, если вы хотите Quad, дорогие товарищи, то будьте добры, ну куда ты звонишь, ну куда ты ломишься. То, если вы хотите Quad, то будьте добры, покупайте два Титана Z, каждый из которых стоит 100 тысяч рублей. В общем, Хуанг жжет не по-детски и надо воспользоваться этой ситуацией, понимаете, ребят? И тут получилось, то, что получилось, а получилось у нас системная плата, оказывается, у гигабайта есть подешевле, чем за 10 тысяч рублей. Гейминг G1 там была, тут и Гейминг GT, да, у нас, да, в принципе, то же самое, просто без Wi-Fi, без Bluetooth, там, с одним LAN, ну, в принципе, очень шикарная такая плата за свои деньги. Вот вы всем там берете Asus, там, даже вот могу по-быстрому так показать, вот материнская плата, если зайти, то на 1150 сокете, самый популярный, посмотрим, что вы берете, почему. Вы берете Asus Maximum V2 Ranger, о, Ranger, ёп, 6 тысяч рублей, блин, господи, 6 тысяч рублей за что? За формулу 8 плюс 8, да, за такую Asus, Asus нам разгонит, ну, ребята, это все, вот это, переплата, там, вот вы меня спрашиваете, там, G-Sniper брать, там, это, это все фигня, ребята, вот это. Вот это, великая плата, тут поддерживаются 4 видеокарты, причем, как Radeon, как и GeForce, хотя, GeForce уже 4 не поставишь, только 3, вот. В общем, плата классная, за свои деньги, тут, единственное, у меня недостаток нету сброса биоса, могли бы хоть сброс биоса сделать, а, кстати, у более дорогой за 10 тысяч, по-моему, тоже нет. Вот, очень нравится эта плата, и вот, идем дальше, что у нас тут? Ну, господи, господи, дальше, конечно, мы выбрали 4 видеокарты, кстати, главное, вот, посмотреть на эту картинку, чтобы занимало не больше, чем 3 слота, вот. Ну, она и так занимает. Видеокарта, в принципе, нормально, но, ребята, я бы выбрал гигабайт с тремя вентиляторами, просто все их разобрали бы после наших обзоров. Гигабайт стоит, стоил даже, по-моему, еще дешевле, 13 тысяч 300, сейчас их нет, то есть, ну, как бы, старайтесь видеокарты брать в другом месте, если не найдете их в том магазине, где вы будете собирать, можно, в принципе, с разных магазинах это все собрать, не обязательно в одном. Я просто, почему регардом пользуюсь? Ну, так сложились, ну, цены нормальные, плюс, вот, это удобно все собирать, плюс огромный выбор комплектующих. Но, я не скажу о регард, если бы я собирал, я бы не так, что все комплектующие в регарде, там, один гарантийник у меня, то да сё, не, фигня. Собирал бы я с разных магазинов все равно, это было бы еще дешевле. Так, ну, в общем, 4 видеокарты мы собрали, дальше идет блок питания, я не из балды взял мощность, я проанализировал ситуацию, вот, ребята тестировали 2, вот, 290, ну, короче, как и 4 наших, у них был блок питания на 1300 ватт, им, в принципе, хватило. Я, я еще там, расчеты свои делал, в принципе, 1200 ватт бы хватило, но, я беру запасом, чтобы никто из вас ко мне не прикопался, не прикопался там, и, ну, действительно, лучше уж тут запасом брать. Я ругал всегда термалтейки, ну, что у них завышенные цены, но, в принципе, вот за 10 тысяч рублей 1375 ватт с платинум сертификацией. Платинум или это все-таки голд? А нет, это голд, это все-таки они любят маленько обмануть, ну, даже с голд, это, в принципе, то, что надо. И в регарде сейчас нету, там, корсаров, там, тысяч, максимум только 1200 ватт, ребят, так что, ну, чтобы я на самом деле делал, я бы искал, наверное, Seasonic 1300 ватт, вот Seasonic в другом месте, ну, ориентируйтесь просто на 1300 ватт и на 10 тысяч рублей, вот, чтобы не дороже и мощность не меньше, желательно. Ну, чтобы, на всякий случай, вдруг чего, вдруг мы же будем разгонять эти все видеокарты. Дальше процессор, ну, что тут скажешь, без комментариев, топовый, по умолчанию частота 4,4, плюс разгон 4,7 мы выжмем только так. Ну, в принципе, к процессору еще вернемся, ну, понятно, классный топовый процессор, без комментариев, наверное, самое лучшее. то, что может быть на рынке, для домашнего пока. Так, память, я слишком не стал, там, чего-то думать, просто взял две плашки по 8 гигов, нормальная, в принципе, цена, вот. Вот дальше корпус, ребята, с виду, да, 3700 рублей, ну, не так и дорого для такой мощности. Система, но, ребята, вот этот корпус, он классный, сейчас объясню, чем. Во-первых, это фрактал дизайн, это корпус нацеленный на тихую работу, это, во-первых, там, ну, жесткие диски, там, укладываются с антивиброотдачей, там, ну, там, стенки нормальные, то есть, не худые, то есть, даже если изоляции нету звукового, то корпус просторный, тут подлиннее влезут и гигабайты в него, которые я хотел взять, гигабайты, в принципе, тут, ну, спокойно влезает, все, что хочешь, и мне нравится, что в этот корпус можно поместить даже системные платы формата и ADX, и стоит недорого, ну, вот такая классненькая модель, я сначала хотел взять Аэропул, там, помните тот, оранжевый, красивый, ну, можно и тот взять за 4,5 тысячи, но этот тоже мне понравился, видеокарты все в него влезут, все, что хочешь, в него влезет, дальше мы взяли кулер термал райд матча, чтобы у нас никаких проблем с охлаждением процессора не было, чтобы кулер работал всегда в тишине, даже под нагрузкой, ну, взяли черно-белый вариант в тон черного корпуса, чтобы все было стильно, мы думаем про стиль тоже, ребята, дальше, конечно, 2 терабайта под всякую фигню, и SSD накопитель быстрый довольно, 500 течение запись, хотя, ребята, главное, у них не чтение, запись, не гоняйтесь, главное, просто вам взять твердотельный, потому что время доступа 0,1 миллисекунда, вот, и у нас, собственно, когда вот я постепенно вот начинал там шаг за шагом прибавлять комплектующие, у меня выходило, я уже вижу, выходит где-то 100 тысяч, я так обрадовался, а потом, потом, как решил назвать этот обзор, что, что собираем систему ценой Titan Z, но в 2 раза мощнее, то есть, собираем компьютер по цене видеокарты, плюс еще в 2 раза мощнее, это надо, не грех этим воспользоваться, в принципе, можно уложиться и в 100 тысяч, если поскромнее твердотельный взять и процессор взять все-таки 46,90 кей, я сейчас объясню, почему, понимаете, вот, то, что я взял этот процессор, я вас успокоил, то, что вы видите, топовая система, 4 видюшки, топовый процессор, все хорошо, на самом деле, 46,90 кей, который без гипертрейдинга, то есть, вот, когда задачи сделаешь, то есть, тут, если у нас простой процессор, то тут 4 потока, если с гипертрейдингом, то 8 потоков, ну, 46,90 кей сейчас стоит 9 тысяч рублей, то есть, на 3 тысячи дешевле, вот, честно говоря, за гипертрейдинг я бы не платил, даже если там, вы там монтируете видео, ну, как монтируете, ну, раз в месяц там отсняли что-то там, на рыбалку съездили, отсняли, приехали, или там, ну, тут как бы двоякое впечатление, если вам, вы, действительно, видео монтируете один раз в месяц, вам не надо вот этот процессор, ну, если вы популярный блогер, монтируете каждый день, ну, может быть, надо, и то, ну, там разница будет, если у вас, допустим, ролик по 4 минуты, там разница в 20 секунд, то есть, свертается там не за полторы минуты, ну, да, за минуту 50, ну, это все изучать, конечно, надо, но, если вы чисто играете, ребята, ну, вам не нужен такой процессор, вы можете сэкономить 3 тысячи рублей легко, даже на такой конфигурации, тем более, в некоторых играх мы еще будем изучать, и гипертрейдинг как раз снижает производительность, то есть, его надо по-хорошему выключать, вот, ну, мне нравится, что, если мы соберем такую систему, то у нас будет 84 кадра в секунду в Battlefield, но на 4К разрешение, ребята, то есть, это мощный компьютер, который даже в 4К на Battlefield 4 будет летать, ну, там даже как, там даже минимум у вас будет 50 кадров в секунду, то есть, на самых высоких настройках ультра в Battlefield 4 на 4К мониторе, который стоит тоже на тысяч 100 этот монитор, хотя, наверное, уже, по-моему, было за 38 тысяч где-то, я видел, даже, может, дешевле, вот, в общем, что еще могу сказать про эту систему, эту систему, а, то, что может брать 290X, ну, 290X, но они стоят на полторы тысячи дороже, ну, я бы не стал переплачивать за 290X, только потому, что самому себе внушить, что, раз уж собирает, то у тебя должны быть топовые видеокарты, так, еще один вопрос, то, что придет сентябрь, придет GTX 880, может, Константин, подождать лучше, ну, во-первых, тем, кто 4 карты собирает, я не знаю, там, откроют, слай, квад может сначала откроют, как с этим парнем было, ему открыли, он купил 780, я и посидел месяц, а потом ему закрыли, и 880, во-первых, выйдет, она не выйдет, еще неизвестно, если выйдет, какая цена будет, неизвестно, и выйдет, если она выйдет, упадут ли цены на 290, я не думаю, потому что 880 будут стоить дорого, и 290 со свою цену будут прекрасно конкурировать, и тут уже, как бы, система вся промасленная, то есть она вся в сборе, она вся в саку, она работает, это уже все, как отработанная технология, сбалансированный прекрасный компьютер за свою цену, то есть я бы не стал ждать сентября, тем более, в сентябре цены будут выше, чтобы еще раз думать, вот, собирать вот эту систему, либо собирать на 880, что-то там мудрить, а DDR4 платы, я не думаю, что они в играх дадут какой-то там сумасшедший FPS, какую-то прибавку, скорее всего, это просто плановый переход на новую память, которую мало что дает, вот, вот, сэкономить на этой системе нельзя, тут только процессор пониже классом поставить, ну, кстати, вот, если 4690 кей, в играх не будет кожи, вот, не, вот, будет там, там 1 кадр в секунду, разница, это неизвестно, 1-2 кадра, и то, если гиперстрейдинг будет мешать этот процессор, будет даже хуже, уже не на 1-2 кадра в секунду, а чуть ли не на 5-7 кадров в секунду, мне эта сборка нравится, вы будете ругать опять жестко, и не надо к нему прикапываться, все, все вычисления, винда, игрушки вот здесь лежат, а тут лежат только ваши фото, видео, которым не надо, вот, зачем вам 150 мегабайт в секунду, там, им и хватит 130 мегабайт в секунду, это хороший, жесткий, не надо его ругать, и последний, ребят, ну, не у каждого из нас есть на компьютер 104 тысячи 760 рублей, жаба душит, не все, кстати, живут в Москве, хотя, вот, плачутся, ну, Константин, собираешь, у нас, у нас, блин, 290 стоит не 13 тысяч 500 рублей, а у нас стоит у нас 18 тысяч, ребят, не нойте, не плачьте, в Москве у каждого есть знакомый, каждый может собрать и, там, отправить почту, и, там, упаковать, ребята, это все решается, не плакайте мне, и, вот, 100 тысяч, 104 тысячи нет, и, ну, давайте посмотрим, а что, если начинать плавно, начинать просто с одной карты, да, ребят, ну, с одной карты, начало тоже нелегкое, 64 тысяч, ну, конечно, легче, чем 100 тысяч, ну, вот так, с одной, ну, тут можно, конечно, без твердотельника начинать, да, ну, 50, ну, 60 тысяч, с 60 тысяч, можно даже с одной плачкой памяти начинать, хотя, нет, я не буду фирмой страдать, ну, в общем, если вы нацелены на компьютер с четырьмя видеокартами, готовьтесь, что минимум 60, это хорошая такая основа, основа, ну, вот так, еще я, наверное, ребят, вернусь к моей предыдущей сборке, я чуть-чуть прокомментировать хочу, хватит ли ПК на 7 лет, оно за последний месяц заняло вторую строчку рейтинга, несмотря на то, что все ругают это видео, оно даже обогнало выбор системной платы с чипсотом Z97, Z97, даже каньон процессор, вот, ну, я себе позволю, значит, ряд комментариев, главный редактор, так, давайте посмотрим, что у нас есть, ну, 120 тысяч, да, то есть на 20 тысяч дороже, при этом тоже в два раза менее мощный, вот, почему я такую собрал систему, систему, потому что, в мозгах многих пользователей считается, что радион, это кусок дерьма, а GeForce, это, ну, это, это белая кость, это все, все там отлаженное, это белые технологии, вот, ну, поэтому я собрал, чтобы у людей было спокойствие, да, и я собрал очень ленивую систему, тут даже жесткие диски, чтобы поставить, не надо там открывать компьютер, и у нас Wi-Fi, да, это чистая переплата, уж лучше за 8 тысяч, чем за 13, это уже сейчас выяснится, в этом, конечно, может, моя ошибка, но, тут, понимаете, тут ленивая система, пришел этот чувак домой, у тебя комп Wi-Fi есть, он такой, есть, у тебя это есть, есть, это есть, есть, 4 терабайта под все, то есть не надо бегать за новым жестким, сидишь там все, скачешь, что хочешь, не буду говорить слово, поднушка, кулер, любой, то есть, процессор, не знаю, вдруг там что-нибудь, еще придумаю, еще, любой процессор охладит, и компьютер получился очень такой, а, и еще многих раздражает, это 1500 ватт, мощность, да, что я не вижу, а, ну, да, вот там платину, что мы, о, о, 16 тысяч, ну, то же самое, то есть, 1500 ватт, зато запас, там, что хочешь, у него ставь, ему пофиг, то есть, компьютер для очень ленивых пользователей, то есть, один раз собрали, поставили, он работает все, забыли, есть 3D, то есть, придет какой-нибудь чувак, у тебя есть, вот, я там очки купила, 3D у тебя поддерживает, он такой, поддерживает, ну, все, что хочешь, ну, тоже, в принципе, тут можно заменить, мать на 8800, и вместо 780 Ti, 4 этих купить, тоже, интересная сборочка будет, ну, ладно, всем, на этом пока, если вы хотите, чтобы мы, не собирали по бумажке, а собирали, сами тестировали, давайте, дособерем на стенд, к этому моменту, 16100 рублей собрано, в общем, давайте, постараемся, все-таки, от каждого же много из вас не требуется, 27 рублей с каждого, мы сами будем собирать, все, сами будем тестировать, задавайте свои вопросы, я с удовольствием отвечу на них, всем пока, счастливо!